Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM СМИ это подхватили После этого люди вышли на пикет Кировчане требуя, чтобы цены на проезд не повышали Так повышать-то их, Денис, точно нужно Вот смотрите, в Перми, например Где средняя зарплата на 10 тысяч рублей выше, чем в Кирове Проезд стоит 20 рублей У нас 22 Смотрите, здесь немножечко некорректно сравнивать Города с размером в полмиллиона населения людей И город-миллионник Перми является таковым Потому что плотность на один маршрут Она все-таки больше в Перми То есть если у нас средний маршрут везет примерно 500 человек в день Один автобус То в Перми, я думаю, что эта цифра в полтора-два раза выше Соответственно, как затраты мы несем на зарплату водителя, кондуктора, экипажа, общехозяйственные расходы на топливо Так и ее несут перевозчики Перми Но только они получают еще выше доход, назовем его так, на 300-400 человек больше в день То есть вопрос не об увеличении числа машин на маршруте, а об увеличении числа пассажиров, как кильки в бочке, но зато дешевле Я бы не сказал, что как кильки в бочке Потому что то, что происходит сейчас у нас в городе Кирове Я считаю, что это просто полностью неправильно организованная система общественного транспорта Работы общественного транспорта Которая назрела ни сегодня, ни вчера На самом деле это нужно было делать и 5, и 7, и 10 лет назад Убили полностью конкуренцию много лет назад, когда у нас была еще другая администрация города Кирова Раньше было от 15 до 7 перевозчиков уже в предпоследнем конкурсе После этого стало 3 перевозчика крупных, на двух из которых работали субподрядчики То есть это как минимум неправильно Мы душим желание развиваться у перевозчиков, душим конкуренцию То есть субподрядчики, которых большинство в городе, их примерно 70%, они не видят стимула развиваться Они как привыкли ездить на 10-летних, 15-летних автобусах марки ПАЗ Которые мы все с вами называем ПАЗики Так ездят на них, потому что развиваться, я повторюсь, они не готовы и не видят, для чего это нужно делать вообще Ну вот нам Воронцов говорит, что им не на что это делать Говорит, давайте с людей деньги соберем, и они будут развиваться Я свою позицию высказывал, на сегодняшний день, что касается нашего предприятия Киров Пассажир Автотранс Нам лично увеличение стоимости ничего не даст Потому что у нас городских маршрутов только 28 маршрутов, это примерно 27% работы нашего предприятия А остальные давайте напомним У нас межмуниципальное и междугороднее направление Соответственно, на этих направлениях мы не используем тот тариф, который нам сейчас дан Не на всех маршрутах, я бы сказал, даже на меньшинстве используем 3 рубля 51 копейка с километра пробега с пассажира Мы не применяем ее, потому что есть нелегальные перевозчики, есть такси, которые могут везти дешевле Безусловно, потому что работают по серой схеме То есть вы возите еще дешевле, чем 3 рубля 50 копеек? Да, конечно, соответственно, не на всех маршрутах, но на большинстве Причем я, извините, читала ваше интервью, двухлетние, получается, почти давности, да, полуторалетние, когда вы заступали на новую должность И вы говорили, что выгодно было бы возить за 5 рублей Экономически обоснованный тариф сейчас 5 рублей 4 копеек примерно Это здесь заложенная рентабельность и обновление Безусловно, что никогда региональная служба по тарифам не утверждала проезд, тот, который экономически обоснован То есть находится компромисс, как и сейчас, я думаю, будет найден компромисс О том, что стоимость проезда повысится, я думаю, что она повысится однозначно Там не наше мнение, там Киров пассажир автотранса, конечно, спросят, но мы не монополисты в городе Кире Есть два других крупных кировских перевозчика, которые будут наставить на повышение стоимости проезда По городу, да, повышение стоимости проезда даст, конечно, там небольшой результат Но я думаю, что отток пассажиров, а он все-таки произойдет, я думаю, там на уровне 3-4% Как раз сравняют снова затраты, что и были до повышения стоимости проезда Здесь проблему надо решать немножко по-другому Во-первых, я считаю, что, как я уже говорил, маршрутная сеть у нас в Кирове несовершенна Ее нужно было менять уже давно Сейчас в отделе транспорта у нас большинство работает новых сотрудников Я думаю, что им как раз сейчас нужно показать работу, на которую они, в принципе, приняты И время подходящее, потому что как раз должны пройти аукционы, да, в ближайшее время? Для примера, в Перми, насколько я знаю, там порядка 70 маршрутов и автобусов и троллейбусов У нас 51 из них, 7 троллейбусных или 8 троллейбусных маршрутов Но вот я часто привожу опыт Чебоксар Население, потому что там на 10 тысяч меньше, чем у нас, насколько я помню У них где-то примерно 39 маршрутов То есть меньше, чем у нас, соответственно Но из них, у них около 15 маршрутов троллейбусных То есть они развивают, наоборот, экологически чистый транспорт и электротранспорт Мы почему-то, наоборот, в последнее время, в последние годы, особенно при Чищебабине, душили троллейбусы Мы не обслуживаем контактную сеть То есть из-за этого видим регулярно, что троллейбусы стоят в пробках Из-за них пробка еще удваивается, утраивается Соответственно, нужно не только обновлять троллейбусы и их ремонтировать Но также обслуживать контактную сеть Последние несколько лет я не вижу, что этого происходило как-то капитально или колоссально То есть у нас почему-то троллейбусы ездят 30-летней давности даже такие Соответственно, нужно часть автобусных маршрутов, я считаю, что подсократить Часть троллейбусных маршрутов, тем более, что сейчас есть реальная возможность Эксплуатировать троллейбусы с автономным запасом хода до 50 километров Я думаю, что можно как раз составить идеальную схему Да, у нас уже даже тестировали такой троллейбус Ко мне, да, обращалась администрация за подписью Сергея Ивановича Леонтьева Начальника управления дорожного хозяйства Я свою схему предложил, но еще не презентовал им Я думаю, что до пятницы это успею сделать ввиду небольшой загруженности в последнее время Расскажите основные Есть два варианта. Есть, так назовем, это амбициозная схема, которая должна и сможет только действовать, когда будет бесплатная пересадка для пассажиров Для пассажиров пересадка, ну, в определенное время, пусть это будет полчаса, да, или час А как это должно работать? По времени, да? Идеально, да, сейчас пока моделей я в голове не вижу Но я думаю, что это примерно, если пассажир едет у нас на авиацко То понятно, что он не сможет, например, уехать на авиацко в Хаминтерн Ну, то есть в любую точку каждого пассажира мы не сможем никогда доставить Это не такси, это общественный транспорт Соответственно, он должен комфортно и незатратно пересесть на тот автобус или троллейбус Чтобы его довез до другой остановки Я считаю, что максимум должна быть одна пересадка за цикл, да, за поездку То есть если утром-вечером, то две пересадки Более двух пересадок, я считаю, что эта уже схема работает не идеально В идеале, конечно, ни одной пересадки не делать То есть если он успел в течение часа, например, на авиацко можно успеть как раз пересесть И он на центральном рынке условно пересаживается Едет либо в Хаминтерн, либо еще куда ему необходимо Либо в Ленгасово, да, и за это не платит Но понятно, что здесь страдают перевозчики Перевозчики должны за это получать И тут должна быть, опять же, какая-то новая схема работы с собиранием денег Насколько я знаю, в Перми как раз вы приводили пример Схема оплаты, да, труда С 1 мая с Перми запустили данную схему работы на нескольких маршрутах То есть всю выручку забирают, назовем так, бюджет города Не важно, какая компания будет за этим бюджетом следить И уже распределяют в зависимости от отработанного времени перевозчикам То есть стимул будет у перевозчиков не гоняться и вести большее количество пассажиров А работать Положено тебе отработать тысячу часов в день, да? Ты должен их отработать Отработал меньше, получил меньше То есть, ну, пример У нас у всех в контракте у перевозчиков прописано 85% выполнения плана Вот сегодня не вышло 25 автобусов на линию И ежедневно примерно от 20 до 25 их не выходит Ну, со всего города, со всех перевозчиков Почему бы просто не исключить 25-35, например, единиц техники Но составить так расписание и соблюдать его на 100%, да? На 95%, чтобы пассажиры знали, что если они вышли на остановку, они должны уехать А не так, что автобуса нет, автобус ломался То есть здесь должны быть уже жесткие санкции к перевозчикам применяться А уже перевозчики должны думать Держать в резерве необходимое количество подвижного состава Обновлять его там Или же ездить на старых автобусах, которые будут чаще ломаться Из-за этого они будут получать большие штрафы То есть это все должно мотивировать их и к обновлению, и к дальнейшей работе Но здесь, опять же, я говорю, что комплекс мер должна выработать администрация Но вот тут много нюансов Опять же, смотрела ваше интервью на «Девятке», где вы говорите, что Если перевозчики не будут получать за число перевезенных пассажиров, как это сейчас Да, они могут проезжать, например, мимо остановок То есть может ухудшиться качество Такое тоже бывает, да Но, опять же, здесь понятно, что со стороны перевозчика Должны работать контрольные и ревизорские службы У нас такая служба работает На сегодняшний день, не буду хвалиться, но КПАД является лидером в городе По выполнению плана У нас 99,8% выполнения работы У АТП 90%, у автохозяйства 87% примерно с натяжкой То есть мы, по сути, являемся уже на протяжении нескольких лет лучшими Соответственно, ничего не мешает и АТП, и автохозяйству, и любому другому перевозчику, кто будет дальше работать Обслуживать так, как обслуживаем мы У нас не новый подвижной состав, у нас достаточно изношенный подвижной состав Но мы же можем это делать Потому что, наверное, хотим И кто не хочет, ну, наверное, значит, не должен работать на этих маршрутах Я считаю, просто нужно перераспределить так, чтобы все игроки на этом рынке Их сегодня три, может быть, завтра их будет 15 Ну, нельзя ограничивать конкуренцию И потом делать изумленный вид, почему у нас общественный транспорт деградирует в городе Киры Ну, потому что мы его сами до этого довели на протяжении нескольких лет А к схеме вашей давайте еще вернемся И какие там есть еще предложения, кроме... Ну, у меня есть предложение, как я уже говорил, что порядка 30 единиц транспорта Которые все равно в день не выходят, пассажиры их не видят Их сократить, чтобы уже перевозчик там не думал, где и как, и когда закрыть эти дыры Количество дублирующих маршрутов нужно тоже сократить Потому что есть маршруты у нас даже у одного предприятия, которое дублируется на 90-95% Вы конкретно по маршрутам там все расписываете? Да, конечно, я все это предложил Как общественник вы это предложили, да? Какой план выберет или какую схему выберет или не выберет администрация, это уже будет ее дело Ну, то есть, если будет бесплатная пересадка, то схема... А выбор из чего? Из двух схем То есть, есть схема... Вы две своих предложили? Да, есть схема для бесплатной пересадки пассажиров То есть, уменьшить количество единиц подвижного состава, да И исключить дублирование маршрута И есть схема, если мы ничего не меняем в оплате проезда для пассажиров Понятно, что, чтобы не нагнетать обстановку и не усугубить и так ситуацию с общественным транспортом Будет работать вторая схема, где там предлагается всего там максимум 10 автобусов убрать из города Кирова Которая как раз на сегодняшний день является одним из самых страшных городов Но ведь кроме ваших схем будет, думаю, выбор еще, да? Ну, я думаю, что вряд ли на все 100% одна из моих схем будет работать То есть, я вообще предлагаю обсудить это все за круглым столом Пригласить перевозчиков, экспертов в этой сфере, администрацию, депутатов То есть, ну, все должны высказаться Должно все максимально происходить открыто А не так, что мы что-то придумали, а потом пассажиры нас и администрацию за это съели То есть, ну, я всегда призываю к открытости власти, которые в последнее время, к сожалению, не наблюдаются Вы делали по просьбе власти это, да? Да, по просьбе Леонтьева Сергея Ивановича Ага, вернемся еще Это первый плюс в его работу, максимальная открытость Немного продолжим эту тему, а сейчас у нас перерыв полминутки Продолжается программа «Особое мнение» в студии Мария Кожевникова Напротив меня член Общественной палаты Кировской области Гендиректор компании «Киров-пассажир-автотранс» Денис Пырлок Денис, мы с вами затронули вопрос повышения цен Давайте все-таки к нему вернемся Когда кировчанам его ждать и насколько, на ваш взгляд, цена может повыситься? Ну, когда ждать, я не могу сказать Потому что принимает решение не я, а принимает решение региональная служба по тарифам Соответственно, пока, насколько я знаю, ни один перевозчик заявку не подал Попытки были подачи заявок в 2017 году Но тогда мы были против И это, наверное, сказалось в том числе на повышении стоимости проезда Киров-пассажир-автотранс был принципиально против этого Я только пришел на должность Безусловно, чтобы было масса вариантов, как сократить расходы и без повышения стоимости проезда Потому что конкуренция с частными перевозчиками Да, здесь тоже я не знаю финансово-хозяйственную деятельность других двух перевозчиков Но я думаю, что и там, и в этих предприятиях есть, где можно ужаться И, наверное, пока не настаивайте на повышение стоимости проезда Либо она должна быть минимальна Но я думаю, что она все-таки повысится на 2-3 рубля Насколько это правильно? Ну, я думаю, что для пассажира должна быть одна стоимость проезда Для перевозчика другая Разницу должен датировать бюджет Либо город, либо области То есть не должна вот эта ситуация с общественным транспортом Сказываться на пассажирах, которые и так попали на пенсионную реформу На НДС из-за этого все подорожало То есть повышение стоимости топлива регулярно сказывается на всех То есть, ну, не должны они страдать из-за этого Из-за того, что у нас там какая-то нестабильность Либо в стране, либо в регионе в целом Поэтому должно быть две стоимости проезда Одна для пассажиров, экономически обоснованная Другая для перевозчиков Разница должна откуда-то датироваться В принципе, в развитых странах так и делается А в случае бесплатной пересадки Вы высчитывали, насколько может вырасти стоимость проезда? Я не высчитывал, но, насколько знаю, сейчас центральная диспетчерская служба этим вопросом занимается Они обещали в ближайшее время и нас, в том числе, общественников подключить И презентовать свой вариант То есть, если это будет, скорее всего, бесплатная пересадка Точнее, пересадка То она, наверное, для пассажира будет все-таки не бесплатная, но какая-то минимальная Опять же, здесь я пока своего мнения точно не сформулировал Я все-таки считаю, что пассажиры должны пересаживаться бесплатно Для того, чтобы заинтересовать их пользоваться общественным транспортом Любая пересадка – это уже, в принципе, цена такси Такси довезет тебя, если в черте города, примерно за такую же стоимость Но, опять же, перевозчиков я тоже хочу немного оправдать Все-таки на нас стоимость повышения топлива и запасных частей сказываются регулярно Каждое повышение на заправке, когда мы видим, на стеле меняется ценник Мы и так видим, что люди в сетях бунтуют, пишут А представьте нас, когда мы заправляемся от 200 тонн в месяц Повышение на рубль – это уже 200 тысяч в месяц, это 3 миллиона в год От повышения стоимости топлива растут все запасные части В том числе, потому что стоимость топлива входит в себестоимость доставки Соответственно, мы страдаем еще больше У нас от каждого повышения примерно на 5-10 миллионов увеличиваются расходы А взять-то мы их нигде не можем, то есть нам никто не помогает искать средства Соответственно, мы вынуждены как-то выживать здесь Но, опять же, наверное, не полностью за счет пассажиров Должен принимать участие в этом все равно бюджет Пассажир должен понимать, за что он платит И вот идея с бесплатной пересадкой – это, наверное, да, интересная идея Посмотрим, смогут ли ее, захотят ли ее реализовать в нашем городе Денис, хочу вернуться к вашей работе Вы говорите о нововведениях городских В городском пассажирском транспорте Вы работаете на областных перевозках уже полтора года Какие нововведения, может быть, там появились? Вот я недавно зашла на ваш сайт Полтора года назад, опять же, в интервью вы говорили о том, что его нужно обновлять Нужно вводить какие-то мобильные приложения для того, чтобы пассажиры могли покупать билеты Их нет или я что-то пропустила? Ну, что касается сайта, то сайт у нас… И сайт все тот же Не стесняюсь сказать, да, он бесплатный Соответственно, пока потратить 50 тысяч на сайт, к счастью, я не могу И в ближайшее время точно это не первоочередная боль Сайт, да, информативный, но, наверное, менее красочный, чем можно было бы его сделать за 50 тысяч рублей И там, да, как делают ноги Соответственно, я думаю, что сайт все равно мы там, как разживемся деньгами, да, закажем хороший У нас есть мобильная версия, мобильное приложение как раз сейчас находится в разработке Оно скоро будет тоже действовать Когда? Пока все тестируется, я боюсь по срокам просто обмануть, чтобы потом заслабиться А расскажите поподробнее, что за приложение, что там можно сделать? Сейчас мы уже на протяжении четырех месяцев тестируем новую программу Называется она «Ави-Буз» Ижевская Полностью будет сейчас уже введена на порядка 15 маршрутах онлайн-продажа билетов у нас на междугородних направлениях Уже могу купить я? Да, давно, давно уже можете, даже до Нового года она была введена То есть я ее обещал, мы ее внедрили еще с прошлого года Но количество маршрутов мы ежемесячно расширяем И интегрировав как раз все в новую эту программу, с которой мы сейчас примерно еще до конца мая мы тестируем программу И уже с 1 июня, скорее всего, на полную катушку будем ее использовать Соответственно, можно будет с любого носителя купить билет Как называется приложение? Еще раз скажи Ави-Буз, но там не нужно будет на него заходить Все, в принципе, у нас будет на сайте понятно Что нужно набрать мне в Google Play? Можете набрать kpad.ru или купить любой маршрут, забиваете Киров, Казань, например, и должен выскочить в наш сайт Купить на сайте, не в мобильном приложении Мобильное приложение тоже будет работать, но чуть-чуть позже У нас пока первая очередная задача на сайте Более того, я как раз вам в перерыве говорил, что сейчас полностью перестраивается работа с сервисом BlaBlaCar Сейчас достигнута договоренность о том, что они не будут больше работать с нелегальными перевозчиками Мы им будем показывать, кто легальный, кто нелегальный Это все легко проверяется и доказывается Они будут работать с нами, с легальными перевозчиками Соответственно, для пассажиров, которые пользуются этим сервисом Либо этой услугой В принципе, мы будем еще более доступны До этого мы с ними долгое время боролись, конфликтовали Но, в принципе, нашли точки соприкосновения Это не только мы, это вообще по стране, в принципе, сейчас Объясните, пожалуйста, что значит BlaBlaCar работает с легальными перевозчиками? Как это устроено? Ну, как, в принципе, и сейчас Только сейчас BlaBlaCar продает на нелегальных перевозчиков На билеты пассажиров Будут продавать легальных на нас То есть регистрируетесь там вы Да, будем регистрируетесь, будут проверять нашу лицензию Будут проверять полностью все разрешительные документы В принципе, к этому мы давно шли Чтобы агрегаторы и такси, и любых перевозок Несли ответственность солидарную с перевозчиком Потому что не секрет, что у нас столько перевозчиков такси Которые никакую ответственность не несут И это, в принципе, мы в связи с последними событиями Видим любой, кто может купить себе машину до 8 мест Да, микроавтобус сел и поехал Никаких разрешительных документов он не имеет Попадает в аварию, страдают пассажиры С него взять нечего А это не скажется на том, что будет проблема с тем, как уехать? Просто я вот приведу пример Я часто езжу на автобусах И я, если честно, выбираю автобусы чаще, чем такси Я думаю о безопасности своей, в первую очередь, в этот момент Вот смотрите, я хотела недавно уехать 1 мая утром в район области Я не смогла, мест не было в автобусах Смотря какой район области, потому что не во всей районной области Есть транспортное сообщение, к сожалению Нет, есть транспортное сообщение, нет мест Причем автобусов несколько, ни на один места нет А если вы будете искать еще через другие какие-то сервисы пассажиров? У меня тоже в майские праздники, приведу пример Была жалоба от пассажира, который едет уже с района И говорит, я не смогла сесть в ваш автобус Хотя мы автобусы выставляем согласно данным за прошлый год, за этот год То есть если мы знаем, что в пятницу, например, 1 мая В прошлом году ехало 20 человек Зачем мы будем выставлять 45-местный автобус Когда знаем, что у него, дай бог, будет 20-25 пассажиров Потому что пассажиропоток из года в год падает, он не прибавляется Ну, может быть, тогда думать о праздниках каких-то Соответственно, по документам мы видим, что надо автобус 20-местный А потом, оказывается, узнаем, когда все это уже смониторили, пообщались с пассажиром Оказывается, 10-15 человек стабильно ездят зайчиками То есть платят деньги водителю или кондуктору без документов Мы-то об этом не видим Мы эти данные не видим То есть если контрольная ревизорская служба не сумела это выявить Хотя, в принципе, у нас 7 ревизоров, они работают регулярно, ежедневно В круглосуточном режиме То мы эти данные не видим То есть пассажиры сами побуждают водителей, кондукторов Ну, назовем так, к воровству И тут я сильно проблем не вижу То есть если мы видим, что у нас не справляются автобусы С пассажиропотоком на определенном маршруте То, наверное, мы будем заинтересованы поставить большее количество автобусов Или автобус больше вместимости, чтобы перевезти пассажиров Потому что затраты-то они все равно практически одинаковые Что водителю, кондуктору за топливо заплатить Либо это будет небольшой автобус, либо это будет большой автобус Там ненамного нужно будет переплатить Но зато увезем всех пассажиров Не знаю конкретно в какой район Если потом скажете, я вам постараюсь объяснить Но не во все районы, безусловно, ездит Киров пассажир автотранс И не во все районы у нас можно доехать общественным транспортом Потому что в некоторых районах области, к сожалению, пока транспортное сообщение Ну, в виде только нелегальных перевозчиков Ну, то есть борьба с ними, с ними должна быть не борьба, с ними должно быть сотрудничество Я считаю, что вообще, да И разговор на другом уровне, да И я призываю и призывал нелегальных перевозчиков тоже выходить из тени И легализоваться, да И все-таки начинать работать уже в рамках хотя бы какого-то минимального, но правового поля А вот еще такой вопрос меня интересовал всегда по поводу покупки билетов В РЖД всегда можно купить билет туда и обратно, да? Мы все к этому привыкли Вот как с этим? У нас тоже с этим проблем нет, в принципе Можно приобрести туда и обратно, куда хотите Сейчас это работает, да? Да У нас сейчас перерыв, реклама полторы минуты Вернемся и продолжим Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение» в студии Мария Кожевникова Свое особое мнение сегодня высказывает член Общественной палаты Кировской области, гендиректор компании «Киров пассажир автотранс» Денис Пырлок Денис, еще одна проблема нашего города – это чадящие автобусы И несмотря на то, что вот эта вот вся история раскрыта, раскручивается, да, уже первые фигуранты, первые обвиненные с тем, что городские автобусы заправляли печным топливом, все равно продолжают ездить автобусы с черным дымом Почему это происходит? Ну, во-первых, я не думаю, что все автобусы, которые сейчас продолжают чадить черным дымом, это все-таки из-за печного топлива Потому что, как я уже говорил, что у нас парк подвижного состава в Кирове изношен практически на 80-85%, это значит, что экологический класс автобусов Евро-0, Евро-2 в основном преобладает у нас в городе Кирове И, соответственно, заливая в него топливо Евро-5, а если двигатель рассчитан на топливо Евро-2, то вряд ли мы тут сильно сможем увидеть экологический чистый выхлоп из автобуса Но нельзя забывать в том числе, что если в АТП несколько лет заправляли печным топливом, то, соответственно, топливная аппаратура, двигатели уже получили достаточно серьезный износ И все-таки сейчас они продолжают и дальше, в кавычках, чадить, да? Ну, и третий, наверное, момент, есть нерадивые перевозчики, которые все-таки продолжают экономить на этом, как я уже говорил, здесь нет стимула у перевозчиков к обновлению Мы, например, в Кирове, в Трансе с прошлого года начали закупать автобусы на газомоторном топливе, экологически чистые Я, когда работал с частным перевозчиком, мы тоже были одни из первых в области, которые вообще перешли на газ Но сейчас в городе как раз говорят о закупке 30 новых автобусов тоже на газу Ну, их нужно было покупать еще два года назад, три года назад А купить не могут уже, наверное, полгода, да? Никак не получается Да, там, я знаю, аукцион первый не состоялся, его отменили Но я думаю, что спасет это не сильно город Киров 30 новых автобусов, нужно именно перевозчиков всех остальных Все-таки как-то заставлять переходить на экологически чистый топливо Но заставлять их нужно, наверное, какими-то условиями в контракте То есть должны какие-то там баллы прописываться за тот или иной класс автобуса, за возраст автобусов Например, опять же, Чебоксар Они прописали возраст автобусов не старше 2018 года на конкурс должны заходить Год автобусу Все, перевозчики нашлись и ездят, работают А у нас, думаете, найдутся? Не останемся вообще? Ну, я думаю, что с такой маршрутной сетью, конечно, не найдутся Или их найдется немного Другие перевозчики, которые могут зайти из других регионов Их, я думаю, наша маршрутная сеть, опять же, не прельщает Нужно переделывать в целом вообще транспортную систему нашу А вот успеют? Нет, ведь уже до конца года время немного остается Ну, вопросы эти мы администрацию уже задавали на общественной палате Ко мне какие там варианты, предложения поступают от администрации Я стараюсь всегда там откликаться Но все должно зависеть от них Не мы должны ходить, пинать их, да? Потому что они за это деньги получают Но если они не справляются, соответственно, тогда, наверное, не надо этим заниматься Я со своей стороны уже неоднократно говорил Я открыт, мне за это не нужно никаких там денег Мне главное, чтобы, в принципе, с нами считались Ну и опять же, чтобы там пассажиры не плевались и не пересаживались на такси и на другой вид транспорта Денис, у нас времени мало, поэтому я хочу перескочить на другую тему Чиновники обещают, что с введением путепровода не будет транспортного коллапса Путепровод в чистые пруды, о нем речь Они опасаются, что возникнут пробки на улицах Щерса и Попова Поэтому требуют правильно организовать светофорное регулирование Предусмотреть пешеходные переходы И сохранить работу железнодорожного переезда на улице по требкооперации А не закрыть его, как предполагали изначально Вот скажите, почему обсуждения сейчас идут, а не пять лет назад? И вообще реально этого коллапса избежать? Ну, я думаю, полностью его избежать, конечно, пока на данный момент не получится Но минимизировать его можно Как это выглядеть будет? Чего ждать? Ну, во-первых, нужно распределить, опять же, общественный транспорт, чтобы он ходил и в том числе по пути Проводу Не только по улице Мельничная, по которой сейчас идут пять маршрутов в чистые пруды Более того, как я уже говорил, работа, давно говорю, работа светофоров в городе Кирове у нас вызывает масса просто вопросов Масса недоработок Зеленую волну, которую мы давно уже предлагаем, ввести там, в принципе, на нее Я не думаю, что какие-то серьезные деньги нужны Просто нужно перенастроить работу светофоров Вернуть обратно электронное табло там, где они должны быть, должны присутствовать Потому что, ну, у нас много ДТП на перекрестках происходит из-за того, что Либо резко затормозил, либо подумал, что проскочу, а другой начал движение То есть, ну, не видят люди, нет никакой информативности для водителей Ну, и, соответственно, как-то заинтересовать людей пересаживаться на общественный транспорт Как это нужно сделать? Ну, я думаю, что, чтобы повысить качество обслуживания и время доставки пассажиров До пункта любого, до работы, либо до учреждения там какого-то Необходимо все-таки увеличить немного, но скорость общественного транспорта Не именно там максимальную скорость его движения, да А скорость передвижения с точки А в точку Б Для этого, как я уже говорил, нужно несколько выделенных полос В принципе, это реально даже сейчас пока протестировать У нас есть улицы, которые позволяют это сделать Какие? Например, Октябрьский проспект, улица Московская, например, улица Воровского Далее по путепроводу я уже давно предлагал рассмотреть вариант реверсивного движения И с юго-запада утром едем по 2-3 полосам Вечером, наоборот, по 2-3 полосам едем обратно То есть, в принципе, этим всем нужно заниматься Ну, нужно, не знаю, какую-то рабочую группу На базе администрации создать, да, с привлечением всех экспертов А не так, что что-то подумали, не получилось И опять выслушиваем негатив Ну, вот эта вот схема, о которой мы с вами еще не успели поговорить сегодня Которую разрабатывала рязанская компания, да, которую тебе отстранили По сути, все эти вопросы решить, но мне кажется, она только больше вопросов к себе сейчас испытывает То, что предложено там было, ну, там просто я в шоке Ну, они ушли, про них забыли Но ушли ли они еще или нет, еще непонятно Ну, говорили, да, в администрации говорили о расторжении договора Сейчас дальше-то что, будет кто-то этим заниматься? Ну, безусловно, я думаю, что этим заниматься будут Либо будут искать подрядчика, либо кому-то из своих подведомственных учреждений Но, если честно, я не думаю, что у нас найдется какой-то подрядчик, который сможет все три схемы сделать идеально, чтобы не было нареканий Потому что одна схема предусматривает организацию дорожного движения, это своя специфика работы Другая схема организации работы общественного транспорта, это вторая специфика работы Я не думаю, что есть универсальное какое-то учреждение, которое будет экспертами во всех трех схемах То есть, на ваш взгляд, вообще грамотнее было бы разделить это все сразу? Я думаю, да Я думаю, да А главное понять, нужны ли все три схемы То есть, если для БКД у нас должна быть схема, да, там, организация дорожного движения То схема работы общественного транспорта, я вообще считаю, что ее можно создать, сидя за круглым столом, с привлечением экспертов Буквально, там, за три часа Главное, внедрить, потом, правильно Конечно, да И не надо выкидывать столько денег, там, 15-20 миллионов, на то, чтобы у нас все работало, все крутилось А самое главное, инвестиции, которые предложены в этой схеме, за два года должны составить 2,5 миллиарда То есть, мы должны где-то найти 2,5 миллиарда в городе Кирове, чтобы внедрить все, что было предложено Ну, давайте говорить открыто, у нас нету этих денег, соответственно, эта схема работать никогда не будет Зачем тогда выкидывать 15-20 миллионов на то, что не будет работать? Давайте лучше бесплатно сделаем то, что не будет работать, это будет намного, мне кажется, существеннее Нет, такого нам не надо Давайте еще к путепроводу вернемся У меня два вопроса возникло Первый по поводу того, вы сказали, что коллапсы нам все же не избежать Что ждать-то? Каких пробок? Где пробок? Ну, у нас традиционно улица Щерса является пробковой Именно, например, либо вечером, либо в пятницу вечером, когда все выезжают за город Нужно уделять внимание дублерам Я уже про это тоже, опять же, давно говорил Студенческий проезд много лет уже в разбитом состоянии Мог бы снять нагрузку с улицы Производственной, с улицы Солнечной Там нужно всего сделать 300 метров дороги Я не знаю, почему на это деньги не могут выделить На Зональном можно 2 или 3 дублеры точно Я знаю улицы Ленина, которые можно сделать Просто нужно проехать и посмотреть Все это, в принципе, реально делать Сделать и не такие большие средства Мы там, ну, не знаю, Октябрьский проспект переделываем Который наполовину, наверное, еще более-менее соответствовал там стандартам Не можем сделать те улицы, которые давно требуют вложения Улицы Суриков, про которую много лет уже говорим Ее нужно было продлить буквально на 300-400 метров И, опять же, мы могли бы снять нагрузку То есть вот этим участкам почему-то не уделяется внимания Хотя пример есть Продлили улицу Луганскую до улицы Упитой Реально разгрузили улицу Ломоносова Поэтому, ну, я не знаю Что нужно пожелать администрации, чтобы все было хорошо Наверное, чаще нас слушать и привлекать свои рабочие группы А не отписываться, что запрещено нам туда входить Вот только и всего И еще один вопрос по поводу автобусного движения по путепроводу Ведь он введен уже будет осенью Как быстро сможет администрация перестроиться? Да, в принципе, все это легко делается Даже до конкурса можно изменить маршрут Не внедрять какой-то новый И вообще, я считаю, что новые маршруты в городе Кирове нам, наверное, не сильно сейчас нужны Можно изменить действующие старые маршруты Но так, чтобы была нагрузка примерно на все маршруты одинаковая А не так, что у нас один маршрут везет Большое количество пассажиров Пассажир не вмещается в автобус А второй за ним едет На 80% его дублируя, пустой Соответственно, вот это все можно и нужно искоренять Я думаю, что когда мы равномерно пассажиров пересадим На тот маршрут, на котором они хотят ездить Автобус или троллейбус И самое главное, качество Поэтому уделим огромное внимание Ну и, как я уже говорил Только когда пассажир будет меньше платить А меньше платить он может как раз за счет этих пересадок Тогда, наверное, мы все-таки нагрузку там снимем Не надо будет никакие платные парковки вводить и так далее Мы говорили с вами сейчас о том Как пересадить, так скажем, пассажиров Со своего транспорта на общественный Еще какие-то, не назвали вы, может быть, идеи Как это сделать? Комфорт, например? Ну, это все я включил в слово Качество общественного транспорта Должно просто выйти на другой немножечко уровень То есть не так, что мы зимой выкидываем детей Из автобуса, а летом даже форточки не открываем Когда пассажиры задыхаются Вот этого не должно быть То есть перевозчик должен быть заинтересован Перевезти пассажира качественно Качественно он будет заинтересован Перевозя, наверное, когда будут какие-то там штрафные санкции Либо жесткие условия договора Все это вот сейчас как раз Когда перед новым конкурсом Нужно все это заложить, просчитать, просмотреть Но для этого нужно уже собираться Потому что времени очень мало Я администрацию уже неоднократно предлагал Отделу транспорта посадить всех перевозчиков Засол переговоров И просто с привлечением экспертов Понять, как должен работать общественный транспорт в нашем городе Все это, в принципе, элементарно делается Но пока мы этого не видим А сами вы на чем больше ездите? Сейчас уже 50 на 50 И на общественном транспорте, и на личном автомобиле Но раньше 80% на общественном транспорте передвигался А тут велопарад скоро? Не собираетесь? Очень хочу, но, к сожалению, по времени не получится А еще акция 17 мая На велосипеде на работу, а не на личном автомобиле Как к такому относитесь? Вот я давно хочу пересесть на велосипед Но, к сожалению, пока себе его не купил Пока немножко другие затраты у меня есть Но я думаю, что я за лето все-таки приобрету себе велосипед Хорошо, Денис, спасибо вам большое Доброго дня, доброго дня всем слушателям До свидания Особое мнение на 101FM